Он едет в аэропорт встречать, в гостей. Кто-то приезжает, да? Кто-то, наверное. Вячеслав приезжает. С жена и в гостей. Прямо конкретно. Ничего конкретно, сказать не могу. Я тебе как скажу конкретно, не купи какую-то хорошее. В источнице. Я? Ах, кто? Гаргуша. Кто, если не ты? У меня зубов нет. Ну, конечно. Вот, видите, любую. У меня у нас нету. Комментайте уже плохо. Братцы, как видишь, хорошо. Ну, смотрите, что формы любую купе. А я, конечно. Ну, ничего не нету. Девочки, освободите меня вообще. Вы молодые, мы сами готовы. Заходите сюда все. У нас мелких-то вообще нету никого. Сюда идите все. Вас же ждем. Заходите, да. Прочитаем Слово Божие, наверное, зайдемся. Время-то еще 9 часов. А этот светит. Ну, да, светит. Ну, да, светит. Ну, да, светит. Ну, да. Ну, да. Сейчас помоем еще раз. Сначала. Заходим, братья и сестры. Время. Куда летим? Успеем мы? Я взялась и я тебя попросила. Принесем жертву угодную Богу. Никто не хочет больше принести жертву. Ну, что ж, много званых. Царю небесный, утешителю души и силы. И везде сын, и все исполняем сокровища благих и жизни подателю. Приди, все ли сяны, и очистины от всяких скверных, и спасти блажа души наша. Господь наш, Отец небесный, молим Тебя, имя Господа Иисуса Христа, Спасителя. Прибудь с нами. Многоставим наше собрание, Господи. Научи нас быть верными дочерями и сынами Твоими, Господи. Не по слову только называться христианами. Господи, научи нас следовать строго по окроволенным Твоим стопам. Не уклоняясь ни влево, ни вправо. Тебе слава, Господи, Сына и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Сегодняшнее чтение. Поколание, часы, корсов. Прошу сразу помолиться обо мне, чтобы я не исчез. У нас кто начинает читать, исчезают. Так и считал бы уже, не исчез. Так что не исчез, но другие все исчезли. Хорошо. Разбавляйся. Ну, это такой православный юмор, но все-таки. Хороший юмор. Мы молимся. Читаем. Не исчезай. Одиннадцатая глава и начало двенадцатой. Ну, не так много. Евреям послание святого послала Павла. С тридцать третьего по сороковой стихи и потом первую, вторую стихи в двенадцатой главе. Итак, тридцать третий стих. Послание к евреям одиннадцатой главе. Одиннадцатая глава. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали у Сталиного. Толкование, уважаемые вертелы. Войны, бывшие с Гедеоном. Кто? Вопрос задается. Они же и самцом. То есть перечитаются и подтверждают. Они отразили врагов своих, сородичей и единоплеменников, явившись с одной стороны человеколюбными, по отношению к своим. С другой, восстав на врагов, обижавших их. В этом и заключается свойство правды. Воздавать каждому по достоинству. Так, например, Давид. Ибо говорит, клялся Господь Давиду от плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Псалом 131, 11 стих. Чувственно это исполнилось на Соломоне. Духовно же на Господе Иисусе. В истинном Соломоне, в мирном, в самом мире. Здесь мир с большой буквой. Так толкует имя Соломон. То есть мирный. Заграждая уста львов. Это Даниил. Даниила, глава 6 и глава 14. И Самсон. Тридцать четвертый стих. Угашались силу огня. Избегали острия меча. Укреплялись от немощи. Были крепки на войне. Прогоняли полки чужих. И толкование продолжает. Три отрока. Какая-то Даниила, 3 глава 10 и 22 стихи. Не сказал. Угашали огонь. Но силу огня. Что еще сильней. И хотя он окружил их. То есть огонь. Но не имел силы сжечь их. Так же три отрока. Или вернее сказать. Илья. Меча из Амелии. Ну избегали. Третье царство. Глава 2. 18. Ну то есть Третье царство. И сам Гавит. Меча Саула. Избежал. Ну меч называется. То есть смертью. Убить могли не мечом. Возвратившиеся из плена Вавилонского. Ибо они ничем не отличались от костей митрецов. Как сказано в языке Еле. Седьмая глава. Одиннадцатый. Четырнадцатый стих. Ну и немощный язык. Я получил прибавление жизни. Четвертая царство. Двадцатая глава. Первый. Одиннадцатый стих. Прибавление жизни. Ему там пятнадцать лет прибавилось. Это также относится к тем же самым. Возвратившимся из Вавилона. Ибо соседние народы всегда завидовали им. Тогда еще более нападали на них. Но они уповая на силу Божию. Верую побеждали их. Первый Макареев. Шестая глава. Двадцатый. Сороктый стих. Вторая Макареев. Восмая глава. Первый. Шестой стих. И другие. Более же всего подходит это и Самсону. Ну что это Макареев. Мало было евреев совсем. Вокруг одни язычники. Они побеждали. Ну сейчас вспомним. Евреев тоже мало. Вокруг окружают мусульманские страны. И они ни одной войны не проиграли. Было по меньшей мере три войны. Таких крупных прям действительно воевали. А сколько всяких столкновений. Прям десятками. И ни разу евреи не проиграли. Это вот Господь показывает до сих пор. Показывает это чудо просто. Собрал их в 1947 году. В 1900. И еврейское государство не разваливает. Ну и знайте что. Не развалится пока не построят третий храм. Ткачев хорошо говорит об этом. Ткачев. Ну наш этот священник православный. Он об этом говорит. Вот вы спрашиваете вопросы. Что там такое происходит. Евреи говорят хотят построить третий храм в Иерусалиме. Его конечно не надо строить. Но он будет построен. Так что вот. Священники говорят иногда про ручество. Евреям 11 глава 36 стих. Другие испытали поругание и побои. То есть тут говорится о смерти. Ну прям убийство. А теперь говорится о поругании и побоях. А также узы и темницу. Кто это? Например Елисей сделавшийся предметом насмешки для отроков. Четвертая голова. Второй двадцатый стих. Елисей он пляшивый был. Дети игрались на улице. А мимо проходили странники. Они обзывали их. Ну кто-то их научил. Старшие язычники. И они пляшивый пляшивый. И вышли медведицы и растерзали. А он их проклял. Елисей. Ну так просто повернулся и проклял. Вот сейчас бы у нас кто-то повернулся и проклял всех, кто неблагочестивых детей. Кто красится, кто в шортах, ходит в штанах. Как бы сказал, да будьте вы прокляты наконец-то. И, глядишь, чик-чик, никого нет. Медведицы подчикали. Сорок двадцатый. Убили они. Или Самсон для иноплеменников. После того, как ему выкололи глаза судей 1625. Глаза выкололи. Собрались в храме таком. А храм высокий очень был. Они этим горделись. Как башня. Ну, такие амфитеатры. И все это держалось на больших таких столбах. И столбы были недалеко друг от друга. Он сам, я знаю, был крупный мужик. Он говорит, подведите меня там к столбам, чтобы я мог опереться. А то чуть тяжеловато. Подвели, а он силу уже начал иметь. И они все сидели, ну, чтобы он играл им на инструменте каком-то. И посмеяться над ним. Давай, мол, он слепой же. И забрались, и там сидели, на нем наблюдали. А он взял эти столбы. И погибло их столько, сколько он при жизни не убил. А он убил из десяти тысяч, десять тысяч веростемлян он убил. И при этом там еще. То есть сколько там их сидело? Вот так. Не надо быть такими дерзкими. Ну, а нам тем более. Многие из пророков, потом Петр и Иоанн, Деяния, 5 глава, 41 стих. А также, ну, побивали их, помните, как за Христа. А также Узу и темницу. Это кто это? У нас Еремия, 3 глава, 1 стих. Еремию в темницу бросили его. Потом, ну, слава Богу, Господь вывел его. Вытащил прям. Михей, 3 глава, 22 и 26 стих. Ну, все не нравился он этим. Этому одному там царю не нравился. Который был в Израильском царстве. Впоследствии апостолы, например, Петр и Иоанн, Деяния, 5, 18. Ну, и другие опять. Были побиваемы камнями. Да, ну, и апостол Павел, конечно. Например, и апостол Павел подходит и в темницу. И побиваемы камнями. И убили его уже. Ну, воскрес просто. И в Узах. И в Узах он был, да. Апостол Павел вообще может быть где. Ну, наверное, про него будет еще. На Буфея. На Буфея бедняга. Третья царствия 21-21-15. У него виноградник был. Недалеко. Ну, как от центра, будем говорить, Иерусалима. Недалеко. И понравился он этому Ахаву. А жена так... А он не мог у него. Пришел покупать. Он говорит, нет, это земля предков. Не продам. А Изавель говорит, она же язычница. Сейчас бы ты еще из этого раба переживал. Он спать не может. Так виноградник захотел. Что у людей там в голове непонятно. Ну, вот так. Это богатые есть. У них что-то в голове. Поэтому, если человек богатый, то знайте, у него что-то в голове не то. Ну, кто богатый. Ну, вот Игнать Тихонович, он говорит, если богатый, то обязательно должны вести к тому, подводить, чтобы убивать как можно больше людей. Ну, вот у него такая вот концепция. Ну, так это или нет? Ну, я подхожу к тому, что... А почему нет? Ты просто ненавидишь людей. Тебе они зачем нужны? Видите, все к чему подходит. Сейчас отберутся все концепции эти. Газпром, там, нефть, там, РОС и так далее. И национализируют. И все, и не будет. А с чего бы у одного человека или у группы, человек, вся нефть Россия. Вы понимаете, сколько это денег? С чего они что, разведывали что-то или что? Я вот геолог сам. Я знаю, что они не разведывали. Я вот занимался разведкой. Дайте мне то, что я там поразведывал. А я много чего разведывал. Золото. Никто ничего не даст. Почему? Ну, потому что там, понятно, стоит мафия. Преступники настоящие. И они окружили себя войсками. И войскам платят. И сами получают вагонами золото. И поэтому их скинуть очень сложно. А потом и Стефан. О, Стефан. Первомученик. Деяние 6 глава, 8-й, 15-й, стих 7-й глава, 1-й, 60-й. Как много о Стефане рассказано. Он был дьякон. Дьякон, это вот мы тут собрались сейчас. И проголосовали. Голосовали, вот изберем брата Михаила, дьякона. Он по хозяйству будет пищить, за столами там смотреть, чтобы все были, чашки, ложки, чтобы все на местах сидели, чтобы всем оставалось. То есть вот так все просто было. И вот такой был доброжелательный. Они спорили с ним о Христе, что Христос это никто. А он им рассказывал на основе священного писания. Ну, там некоторым, которые приехали, евреи, будучи там за границей, сюда приехали. И он им начал объяснять. А они там-то были настоящими евреями. Это здесь начали как-то привыкать, видеть чудеса Христа. И они опасались всего этого. И Иоанн Креститель. А те там мало что знали. Он им начал доказывать, и они потерпели поражение духовное. И пошли, и начали жаловаться, что он хочет все поразрушить и так далее. Ну, то есть сразу начали ругаться. Закончилось страшное поражение духовным этих людей. 37 стих. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мило тихих кожах, терпев недостатки, скорби, озлобления. Перепиливаемы. Например, Манасий Исаия, которого, говорят, перепиливали даже деревянной пилой, чтобы это было для него тихчайшим наказанием. Хотя он и без того был мучим сверх меры. Но это в православии у нас нету этого. Понятно, это идет от запада. Прямо у них есть гравюры. Вот я как-то проводил беседы с детьми, и пришлось искать это. А православных нету, оказывается, я что-то и не знал. А западные есть, как его пилят. И когда прочитал это последование, оказывается, что православие не принимает эту концепцию, что он был перепилен. Да, что мучим был, да, как бы умер своей смертью, но мучили его. Вот так вот. Умирали от меча, например, Митей, Захария, Иоанн, Креститель и Яков. Смотри, как один по вере избегали острия меча, другие же умирали от меча. Таково значение веры. Она совершает великие подвиги, терпит великие мучения, и при этом нисколько не думает, что страдает. Ну, так получается. Итак, почему вы, никогда еще не испытавши ничего подобного, сетуете, ну, то есть ропщите, в кожах, ну, одежды кожаные были. Например, ученики Ильи, так они были нестяжательны. Так как евреи еще не имели такого понятия в апостолах, то после упоминания о них переходят к славному пророку, взятому на небо. Ну, кожа, понятно, если в кожу одеться чистую, а они прям в кожу ходили с чистой. Ну, вот делать надо, несложно. Выражение «скитались» обозначает, что они подвергались преследованиям, и потому не оставались в одном месте. Ну, так, скитание. Ну, сами понимаете, ничего нет у тебя. Ну, броняга ты, нищеброд, как тебя назовут еще? Бомж там и так далее будут издеваться. Милоть же, милоть, это кожа, козы или овцы. Ну, тоже такой кусок ткани, чтобы обернуться можно было. Ну, а на сколько овца? Ну, вот такой, допустим, вот такой кусок набросить, когда дождь идет или когда ветер сильный, лечь спать где-то под деревом. А что-то было? Ну, была какая-нибудь такая, типа тунити, у людей все равно. Ну, вот все, что было. Терпя недостатки, например, тот же самый Илья и Елисей. Ну, вечно ходили, скитались. Подошел, знаете, как же было, не вспомним давайте. Илья проходит мимо поля и Елисей пасет валы у него, плуг хороший. Ну, понятно, поле его. И он возделывает поле. Ясно у него тут пожитки какие-то. Принесли ему еду. Не знаю, жена, наверное, была. Чего он пользу его сделал? Ну, может, родители. И он подошел к нему, Илья, и говорит, тебя Господь избирает пророком, иди за мной. Он, этот, плуг на дрова, ну, далеко деревья-то, откуда-то деревьев мало. Все. Волов в жерку. И пошли. Вот так люди поступали. Невероятно. Ну, вспомним про этих наших апостолов, как они тоже за Христом пошли. Они Христа перед этим знали. Они его знали. Но все равно у них ничего не было. Они там рыбачили. И он подходит и говорит, пойдемте за мной. Все. И там одни даже там с отцом были. Вы знаете кто. И все оставили. Отец, представьте, там. Подчиняли сети. То есть сети подделывали там. Дыры надо еду. Дети нужно продавать рыбу. Где-то его надо наловить. Дырки. Все. Отец, представьте, попаринулся. Как так? Ребята, вы куда? Вы же мои дети. За Христом. Вот выбрали Христа, еще будучи он не Богом для них. Но такой авторитет был. Ну, вот. Это авторитет, могу сказать, сегодня в Асапе там пишут. Во вторник рыбу можно. Сестроты, по-моему, да? Игнатий Тихоновичу разрешил и в понедельник. Я думаю, о-о-о, Игнатий Тихонович. Даже не патриарх уже он сверху. Он всегда был в понедельник. Просто ждали мы этого момента, когда наконец-то кто-то скажет. Спаси Христос, сестра. Хотя бы так ты сказала. Вот авторитет какой. Разрешил Игнатий Тихонович. Я всегда ел рыбу в понедельник. Простите, меня постарались. Я это знал давным-давно, давным-давно. Давным-давно. Вот так. Поэтому попробуй скажи там в понедельник. Там сразу тебе что? А платки где? Там что? Где волосики там? Что? И так далее. Только попробуй. А теперь все, Игнатий Тихоновичу разрешил. Терпя недостатки, например, тоже сам Илья и Елисей. Ибо женщины питали их немало. Скорбей доставляли Ильи. И Изабель, преследовавший, его доставлял. Ну, почему тут про Илью говорится? Знаете же, как начинается это Третье Царство? Раз и начинается. Илья Фисвитянин сказал там, помолился Богу. И три года, и шесть месяцев не было дождя. Сейчас вот жара у нас стоит, как раз можно об этом вспомнить. Сколько дней? Десять она уже стоит. У меня сегодня Марины нету из-за этой жары. Она там на работе спеклась. Еще хорошо, что ее не взяли в субботу. У них там какое-то мероприятие там где-то, ну, шукшин там или кто-то сейчас не помню. Рождество. Рождество. И там она должна присутствовать. Там пять тысяч человек, и они обслуживают музеи разных людей. И ее не взяли, потому что молодая девушка пришла. И ее на стажировку туда взяли. И Марина только перекрестилась. Я бы, говорит, там уже не вынесла. Все. Вот она подготовку все проводит. Она же там отдел кадров у нее. Все это. И все это вот собирает она все это. Кто где участвует, какие группы водят там. Она говорит, я не могу, все, уже эта жара под вентилятором сидит. Вентилятору пришлось купить. Первый раз, по-моему, такая жара на моей памяти. Я еще не помню. Как-то в тайге было. Жарко было. А здесь, в городе, не было. Не помню. Ну, вот так, представьте, нету три с половиной года. Я вообще не понимаю. Это неправда просто. Я вот не верю, чтобы люди выдержали это. Коней нету. Все. Коней осталось несколько. Для них где-то травку берут, где, я не знаю, ну, там около источников. Где-то все равно вода течет. И там травка-то растет. За нее, видать, там стоит стража. И травку только для царя там и сановника. Для коней. Все. Остальные все, все. Нету ничего. Передвижений никаких, ничего нету. Представьте, что это было. И вдруг этот пророк Илья, откуда он взялся, непонятно, начинает разговаривать. И, ну, пока не убили 800, ну, а кто говорит 900, по подсчетам, разные там по Библии, этих жрецов Валовых, Валовых и Дубравных пророков. Ты хочешь поумничать? Да, в Библии загляни. А вот что? 450 Дубравных и Валовых, их ранее было. Ну, короче говоря, от 800 до 900. И он их всех убил. И вот когда эта кровь пролилась нечестивая, Господь пролил дождь. Да, в Библии. Да, в Библии. 850 получился. 450 пророк Фауа, и 400 пророков Дубравных и Валовиков. Ну, давай, не вашим, не нашим. Молодцы. Хотя бы открыли. 11 глава 38 стих. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам. Запоминайте внимательно, где скитались. По пустыням и горам. Вот все говорят Сахара. А, ну сейчас. И по пещерам и ущельям земли. Вот, все. Там толкование будет. Вот Сахара. Вот Сахара, пустыня. Зачем она? Или там Гоби. Ну, зачем она? Или Каракума. Зачем она там, эти пустыни. А оказывается, там будут прятаться цветы люди. Вот для чего. Вы знаете, когда строились пирамиды, сейчас археологи там раскапывают и говорят, а пирамиды строились в Саванне. То есть были деревья, трава была, животные были. Там Саванна, вот как по всей Африке идет, там, ну, в центральной части. Вот такая же была, где Сахара. А потом Господь сделал здесь пустыню. Для чего? Мы теперь видим, для чего. И гора, горы. Вот Афганистан. Помните, это наша печаль. Десять лет там были. Ну, и что? Американцы выкурили нас. Оболгали, одемонизировали. И афганцы в конечном итоге там племена эти. Пуштуны, которые с Палестиной там соседями были. Они в Афганистане и там. И, ну, русские же с автоматами, что там, кого-то где-то застрелили. И все, оболгали. Там такая кровавая месть началась. И пришлось уходить русским. Почему? Горы. Не смогли горы эти контролировать. Не смогли русские войска наши. Не для того, во-первых, они вводились туда. И в конечном итоге не смогли. Американцы посмеялись над русскими. Вели войска в 2001 году. Видели, как оттуда убегали они? Это не сами американцы, а те, которые были афганцы. И союзники их. Самолет взлетает, и люди висят на колесах самолета. Как они туда попали? То есть вообще, ну, хаос полный. И летят, и там какая высота. И люди падают, прям, с этого самолета. Они уцепиться-то не могут. Там скорость какая-то. Ну, километров 300, наверное. Когда взлетает самолет, потом уж 400. И потом они начинают вот так задвигаться. И там крики такие, ужас. Ну, вот, посмеялись. Афганистан, горы. Вот я, в горах. Не смогли взять. Там же, в этих горах, будут цветы. И дальше пещеры и ущелья земли. Ну, это понятно. Это все в горах. И где? В пещерах прячутся. Пещерные люди. Не может, говорит, сказать, что они, будучи грешниками, претерпели это. Но такими кое ценнее самого мира. Миром Писание называет и множество людей, и самолетворение. Здесь можно разуметь и то, и другое. Посему, говорит, если противопоставить им все терпение вместе с людьми, которые заключаются в нем, то не найдешь ничего равного им по достоинству. Понимаете, какую чуть не славу воспевается людям простым. Вот этим святым. Ну, почему? Понимаемые, да? Потому что Библия, это правда. Мы с правды начали. И кто эту правду делал? История показала. Святые люди. Святые люди. Все, что в Библии говорится, это все правда. А как же там Иона, Кит? Ну, давайте подождем. Что-то мы увидим, видать. Вот как-то так, какой-то Кит. И он три дня плавал. Вот там он где-то плавал, плавал, скитался. А потом на берег, откуда он отплыл? Он далеко уже успел отплыть, там почти до Сицилии. И через три дня он его обратно на берегу, напротив Ниневии. Ну, там где Сидон, там и так далее. Финикия. Там же и высадил. Ну, прям высадил, и попасть открыл. Или выплюнул, или сам вылезал. Верим в это мы? Верим. Верим. Жития святых почитайте, если не верится вам. Жития святых почитайте, и тогда, даже Игнатих начинает иногда говорить. Если читаешь, как сказка какая. Но, поверь ваше, да будет вам. Он Антония Великого почитайте. Здесь возбуждает сердца их, чтобы они не заботились ни о чем мирском, если мир не достоин святых. Позор для тебя, если ты здесь получишь награду, ибо ты показал, что сам ты ничего не стоишь. Если весь мир не достоин одного святого, то зачем ты заботишься иметь в нем свою долю? Ну, сейчас это у нас самая больная тема. Пришли тут, прислали фотографии мне наших детей. Ну, как детей? Ну, наших детей, потому что они у нас вообще не выросли. Они уже не дети. Все прячутся там в этой пещере. А, ну они готовятся к пещере. Ну, святыми быть, я понял. Теперь. Вот, куда-то прячутся все. И накрашенные что-то там, напричесанные. Ну, непонятно. А мой крестник вообще. И такой ракес у него, желтые волосы, как у цыпленка. В бачочках таких черных. Такой за какой-то. Ну, понятно, что он, конечно, сюда никогда не придет с такими. Вот так вот. И что делать? Тянем. Не хочет, не захотели быть святыми. Прямо не родились. А, как Господь говорит, женщина там, чудо-родие. Если воспитает, веря и так далее. Если воспитает. Если, а, вот, значит, а у тебя неверующие дети. Стоп, стоп, стоп. Если воспитает. То есть она воспитывала. А веру дает Господь. Она не может веру дать. Вот в чем дело. Вот тетя Алла, наша дорогая Ему Пантелеевна, сколько воспитала дети верующие, все верующие дети у нее. Они потому что были здесь, ну, там в других конфессиях, ну, о Христе, думали и так далее. Ну, там дальше уже будет Господь распределять все это, кто правду избрал, кто нет. Вот такие сложные вещи есть. Ты хочешь быть святым? Вот мама у вас, она вас до победного водила. Уже, ну, помните какая она? Ничего есть не могла. Только пила, там все. А приходила здесь, сидела вот так включится. Все. И постоянно водила, водила. И даже у ней до такой степени дошло. Она вот увидала брата Шкургана у нас. Яна. Ну, он как бы Станислав. Но его крестили в старобрячестве. Яна. И Иване, главное, тоже совпало как. И вот она ему поверила. Почему? Ну, вот он так что-то полюбил, вот что дети должны. Что у него такого? Самого детей нету, да? А вот любовь такая есть. Делится деньгами. То есть он не просто так, он материальным делится. Кто материальным у нас делится? Никто. Поэтому вот они. Так. Дай Бог спастись вам всем. И вам тоже, и ему. Например, Илья, а также пророки, которых тайно питал Авгий в пещере Третья Царства, 17, 9. Даже пустыню, говорит, не решились населять без больни язвенно. Но и оттуда были изгоняемы страхом. И они переходили из одного места в другое. Однако они веровали, что получат от Бога вечное утешение. И потому переносили это без подготовки к пустыне, в ущельях, в пещерах. А чем питаться? Не знаю, читали пустынники Кавказа? Нет. Во времена советской власти в Грузии, там где вот этот переход в Чечню, там, в Армению, в Абхазию, у них там горные гряды. И там приезжали православные просто люди, и монахами их, как монахи, постригали, и они жили там. Там более-менее теплая такая климат. Медом занимались, и там всего полтора месяца, что ли, так, ну, очень... Это даже снежок выпадает в горах. И вот их там вылавливали милиция и так далее. Не читал никто, да? А, в горах Кавказа, по-моему, так и называется. И вот, и... Ну, даже не поверишь, что так есть. Они медом занимались, у них там много цветения. И они летом спускались, когда меду накачивали, и продавали его в городе. Покупали там муку, там крупы, и обратно туда все это затаскивали к себе. И в пещерах в этих жильях себе там прям выкапали в пещере. Один большой дуб нашел. Прям большой, это в 2 метра или больше там в диаметре. И там сделал двухэтажное жилье себе. То есть там на втором этаже там. И жил. Ну, их там оттуда выкуривали. Вот так. Так что люди, вот видите, как еще при советском власти показывали, что это можно делать. И все сие свидетельственные в вере не получили обещанного. Что, говорит, вы и малодушествуете от того, что находясь в подвиге, не получили еще наград. Кстати, в подвиге начинается опять пост. Пост и... Вы знаете, мы привыкли к посту. Между собой здесь и так далее. А те-то вот, кто люди работают, рабочие сейчас. И они про пенсионеров. Они-то сталкиваются с неверующими людьми. Никто не постится. Да, много разговоров, знают об этом. Но никто не... Не хотят просто поститься. Не верят в это. Хотя профессора Мясникова слушают. И это, которая выступает-то все. Вот как. Да, Малышева все слушают. А они говорят о чем постоянно говорят. Мясников постоянно говорит. Не надо никаких таблеток. Занимайтесь, говорит, ходите больше. Вот у тебя суставы болят. Вот ты поднимись, возьми палочки вот эти. И иди с ними. А куда? Да куда хочешь иди. И там женщина задает вопрос. Я вот встала, пошла. И правда там начала передвигаться. Он говорит, вот, вот это будет для нее исцеление. Какие-то таблетки там вы что-то, какие-то там давление там мерите и так далее. И главное, говорит, говорит, а потом. Так, подождите, у меня перерыв физический. У него турник. Подошел и подтягивается. 60 лет. Нет, ну это к тому, что врачи как должны поступать, что-то. У меня Марина с этой водой все носится. Вот я про воду у него послушал. Он говорит так. Про воду. Там больше, там на массу тела, вот столько-то литров. Он говорит, вы что делаете за... От чем, говорит, кто так... Откуда пошло это все? Жажда вас сама приведет к воде. И кота своего берет, на стол ставит и говорит, вот, глядите, кот. Вот я ему воду ставлю, а вот молочко. Сейчас посмотрим, что он хочет, пить или есть. Молоко это, говорит, еда. Это, там, ну... То есть, если будете пить молоко, это как в еду засчитывается. А водичка, это совсем другое. Это разбавление натрия в организме. Понятно? Вы, говорит, не оттуда вообще ведете, говорит, разговор. Ну, немного говорит, я понимаю, что лучше туда... Я попытался, когда вирусы вот начались эти, попытался зайти и изучить этот вопрос. И начал читать все, откуда они, эти вирусы, что это, какие они. У меня голова закипела. Эти, там, ДНК, РНК, там, и так далее. Давай возьмем все. Давайте. Закончим. Да, надо, потому что... Да, хорошо, хорошо. Мы уже с магазина вернулись, вы все читаете. Это специально, чтобы вы хоть что-то застали. А то вечно проскочили и никто ничего не запомнил. А теперь хотя бы немного что-то запомните. Вот так. Так что, заниматься нужно. Двигаться. Кот, ты чего выпил? Кот выбрал молоко. Он говорит, о, он хочет есть. А сейчас, говорит, через время пойдет пить. Так что, говорит, перестаньте этим заниматься. Так, что, говорит, вы... Сороковой стих. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Невероятно. Ну, честь, знаете, благо чести. Мы должны быть благочестивыми. Это, то есть, наша честь благая какая? Чувствование, как во Христе Иисусе. Кому непонятно, берем Евангелие, опять начинаем его читать. Вот так. Чтобы не казалось, Что они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми. Бог определил для всех одно время для увенчивания. И не сказал, дабы они не без нас были увенчиваны, но дабы не без нас достигли совершенства. Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог к чести. Иначе, откуда у них сила являться на помощь призывающим их? Откуда у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Ну, то есть, вот, сектанты не верят в это. А мы молимся святым, апостолам. Ну, понятно, отдельно прям, раздельно все. Богородицы. Это святые люди. Святые те, которые оставили пример, как правильно веровать в Бога. Совершенство они примут тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в получении венцов ожидают нас? Напротив, это для них вожделенно. Именно достигнут совершенства вместе с братьями. Все мы единое тело. Больше удовольствия телу, когда оно увенчается всецело. Ибо Бог – чудолюбивый отец, у которого много сыновей. Одни из них, скорее, окончили дела свои, возвратились с полей. Другие же еще остаются там заняты трудами. Тем, которые потрудились прежде. Он даровал некоторое предвкушение заповедок им дожидаться братьей на окончательный пир. Они же, будучи человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим торжеством. Ну, а то, что братья наши, которые перед нами, верующие люди, перед Господом предстали, оказались уже там, они ждут нас. И поэтому они просят, это откровение, 6 глава, из-под престола мученики просят Божьего. И говорят, когда ты будешь мстить, Господи? То есть беседа прям происходит. И поэтому Соломон, когда молится и говорит, Господи, вот когда придут молиться в этот храм люди, народ, когда будет там какие-то бедствия, что они будут просить тебя, помоги им. Это Соломон просит у Бога, как бы, ради вот того, ну, вообще всех тех, кто веровал в Бога и построили этот храм, поэтому и так далее. То есть не просто с кинью носить где-то, а все на одном месте, твой дом, а Господь говорит, мне не нужен дом, а потом согласился и говорит, постройте. Почему? Народ как вопиет Господу, когда просит о помощи, так народ здесь вместе согласился, ну, как референдум, будем говорить. Надо дом Господень, надо, мы хотим его. Ну, а это... Надо царя, надо, возьмите царя. Нет, нет, ну, о чем это говорит? О том, что люди... Люди будут приходить и каяться в грехах своих, ведь там, в основном, это все, об этом дело. Спасибо, Христос. Слава Христосу. О болящих там вспомню, значит, о болящих у нас, Алексей Симеонович, лежал, выписался из нашей больницы. Опять? Да, ну... Какое обедрога? Нужно болящее, скажу. Судя звонила, вчера вернула сказать, уже поздно, Татьяна Александровна. Она очень себя плохо чувствует, очень. Татьяна Александровна? Да. А плохо чувствует, в чем? Ноги у нее? У нее, ноги, у нее все болит. Так она сказала, все, никакая. И я еще хотела сама попросить... Жара, что ли? Была, когда у Катерины там женщина, она глубоко верующая, 31 год, иностранный язык преподает в школе. Рак желудка. Ей сделали в пятницу операцию, удалили вообще желудок совсем. Как зовут? Зовут Татьяна. Ну, пусть полагаем, что это, да? Ну, обо мне грешно, помолите, чтобы мне завтра встать. Завтра кормить нужно братья, они приезжают и... Они у вас будут, да? Семенов? Нет, они здесь будут. Помоги, господи. Братья какие-то приезжают? Семенов и Севчаткин. И Катин. А, трое, да? А, ты их... Игнатия Тихоновича. Ты их сюда приведешь? Игнатия Тихоновича с Николаем Егорьевичем. Выеду из потери... Нет. Нет? Нет, ну, травен будет, так сказать. Не знаю, Володя сказал, он не поедет. Они выйдут, встретят в аэропорту братьев Вячеслава, Екатерину и Николая. Приедут они сюда. Они на сколько приезжают? Здесь Мельник продукты привезет. Они разгрузят, помогут. А, вон как, отлично. И поедут сюда. Ну, так что молимся о путешествующих и болящих. Он на машине на кого-то поедет, что ли? На газельную. А, вон как. Здорово. Очень хорошо. А второго числа тоже приезжают еще. Я встречаю их. Шесть человек. Ну, вот, путешествующие. Четверо детей. Путешествующие. Брат Николай выписывался из больницы. Там ситуация какая. Ну, обследовали. Острого состояния нету, но лечиться нужно. Так что, слава Богу, что он обследовался. Лекарство подобрали. Да, подобрали лекарство, которое помогает. Опять там пещера закрылась, святые ушли. Все, остались грешники. Так, никого не спросить, ничего. Юлия, все, путешествуй. Юлия сейчас, не знаю, в каком-то положении. Вроде бы трудоустроилась, но я не понял по документам, как и дальше, как будут развиваться события до конца. Дети пора? Дети здоровые, слава Богу. Я надеюсь, что когда батюшка приедет, приедем. Хорошо. Мы с Юлей общаемся, она очень, меня там ждали. Люди очень счастливы, ее ждали. Хорошая работа, хорошо плать. Она довольна. Пока я сам не понял до конца. Что же делаешь, если у нас тут Алтай? Так, еще? И там легче, мне уже осно. Мне дышать там легче. А там это где? Да, где там горы. Майкоп, прям. Ну, не знаю, там тоже, давайте, да? Достойно и всякого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренеборочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога снова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников от внутренних рас, предбеззакония, которая втаня, останови делающих зло. Просвети правителей Серафима нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небережении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день проставлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Что, заняты? Идет молитва, получались пары, пары. Ну, за что ты? Ну, ладно, наверное. Не то слово. Вы вот тут сидите и не знаете, что там уже три капли дождя упало. Вы вообще все пропустили. Там же есть в этом. У меня госметео, что сегодня дождик. Да? Подожди, он вчера, а должен был. Нет, 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 вчера у меня нету. У меня только сегодня есть. Так, все, вводим, оставляю аппаратик. Да. Я жду, не дождусь этого дождика, чтобы он был вечером. Очень хорошо. Никого не будет там на пляже, я хоть поплавлю с какой-то раз. Ну, вчера ливень не видел. Да нет, я вчера не видел. Не поеду, МЧС прислала мне СМС. Да, что ливень, дождь, глаза. Ливень вчера. Ну, это вот, не все. 29-го. Ну, а сегодня будет 30-го. Ты издеваешься, надо мной. Ты мне лентая слово сказала. Ты на дону, я бы спаку издеваешься. Я не знаю, что рыбы, я не знаю, что рыбы, я не знаю, что рыбы абсолютно, а он не знаю. Ты издеваешься, а ты что, не знаешь, как хорошую рыбу. Мы названия, скажи, что я про рыбу, он так не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...